Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться, потому что на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации в том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате технических обзоров, где мы детально разбираем особенности и проблемы тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора – это кроссовер, который продавался на российском рынке весьма неплохо, будучи новым, чему в немалой степени способствовала его демократичная по сравнению с конкурентами цена. И это был как раз тот самый случай, когда за относительно небольшие деньги вы могли позволить себе купить большой автомобиль, который в том числе в некоторых комплектациях предлагал и семиместный салон. С учетом специфики вторичного рынка, где цена очень сильно начинает зависеть в том числе и от состояния, конкретного автомобиля, границы доступности и недоступности размываются, и за одни и те же деньги можно купить автомобиль совершенно разного класса. Но принимая во внимание текущую ситуацию на рынке поддержанных автомобилей, можно также констатировать, что наиболее ходовые модели паркетников, такие как RAV4 или Honda CR-V, оказываются в дефиците. Во всяком случае, это относится к хорошим или так называемым живым автомобилям. Поэтому, если вы смотрите полноприводный автомобиль, и тем более полноприводный автомобиль посвежее, приходится обращать внимание на машины, скажем, менее раскрученных брендов. Поэтому давайте посмотрим, что из себя представляет один из таких вариантов. Встречайте, Chevrolet Captiva C140. Если говорить про российский рынок, Chevrolet Captiva как модель появилась в 2006 году. Эта машина в 2011 году была подвергнута рестайлингу, причем достаточно серьезному, который повлек не только полное изменение внешности в передней части автомобиля, но также и смену агрегатов и коробок передач. Рестайлинг получился столь глобальным, что обновленный автомобиль даже получил собственный кузовной индекс, если первое поколение Captiva носило индекс C100, то перед нами уже C140. Второй рестайлинг, вернее фейслифтинг, машина прошла в 2013. Что касается российского рынка, на нем эта модель продолжала продаваться до 2015 года. Гамма двигателей была достаточно широкая. Здесь были и рядные четверки объемом 2,4 литра, причем на дорестайлинге и рестайлинге это разные моторы. Также здесь были V6 большого объема, 3,2 на дорестайлинге и трехлитровый V6 на рестайлинговом автомобиле и два варианта дизельных двигателей. Коробка передач, механика либо автомат, а привод на российском рынке предлагался в основном полный. Наш сегодняшний экземпляр это 2013 год, под капотом обновленный трехлитровый V6 на 249 лошадиных сил, шестиступенчатый автомат и 4WD. По традиции начинаем обзор с разговоров про кузов автомобиля. Толщина лакокрасочного покрытия, его стойкость к сколам и внешним воздействиям, а также ржавчина. Что касается толщины ЛКП, то на коптивах стандартный слой окраса обычно лежит в пределах 90-140 микрон, как и на любом другом массовом автомобиле. А вот в том, что касается качества лакокрасочного покрытия, все в целом на самом деле неплохо. Хотя, конечно, если автомобиль эксплуатируется в основном по трассе, то сколы здесь неизбежны. И в случае с Chevrolet Коптивой, сколы лучше своевременно подлечивать. В противном случае будьте готовы через несколько лет эксплуатации, особенно в среде с повышенным содержанием реагентов, получить на месте бывших сколов рыжие точки. Хотя, в общем и целом, кузов Коптивы, это касается как дорестайлинга, так и рестайлинговых автомобилей, сопротивляется ржавчине весьма неплохо. И, что самое интересное, как правило, поражений ржавой чумой по внешним кузовным панелям на этих машинах не наблюдается. Исключением в данном случае является пятая дверь. Так что при покупке подобного автомобиля, если вы увидели небольшое вздутие, либо рыжик, особенно это касается зоны вокруг декоративной рамки над номерным знаком, ну, не пугайтесь, это характерная для данных автомобилей проблема. Которую, правда, лучше все-таки своевременно залечить. Поэтому, если вы обнаружите Коптиву с косметическим окрасом по пятой двери, пугаться и убегать от такого автомобиля точно не стоит. При осмотре на подъемники также обратите внимание на состояние днища автомобиля, порогов и подрамников, поскольку на Коптивах подрамники не особо хорошо защищены от коррозии и могут также страдать. В случае, если вы смотрите автомобиль, который пришел из региона с повышенным, скажем так, риском коррозии по причине массового использования реагентов, то к осмотру подрамника следует подойти со всей ответственностью. Кстати сказать, о косметических окрасах, если вы обнаружите таковые где-то в районе дверных ручек, также не пугайтесь. На некоторых Коптивах, хотя это явление не носит столь массовый характер, но встречаются дефекты лакокрасочного покрытия как раз-таки в зоне нахождения дверной ручки. Наподобие того, как это бывает, например, у Volkswagen Tiguan. Что касается салона, то при осмотре поддержанной Коптивы в первую очередь нужно проверить работоспособность климатической установки, поскольку на возрастных автомобилях с этой системой бывают проблемы, в основном по причине неработоспособности заслонок распределения воздушных потоков. Так что прощелкайте климат по всем режимам, чтобы все отрабатывало штатно. Ну а второй момент, это касается Коптивы, особенно возрастной в частности, ввиду того, что на этих автомобилях случаются проблемы по части электрики, особенно на машинах в возрасте, по причине окисления контактов, то, соответственно, это приводит к появлению гирлянды сигнальных ламп на приборной панели. И эту приборную панель нужно проверить на предмет того, чтобы все сигнальные лампы на ней были функциональны, то есть чтобы не было заглушенных лампочек. Особенно это касается лампы Airbag, поскольку на этих автомобилях, так или иначе, бывают глюки, когда лампочка горит по причине того, что пропадает контакт, например, в разъемах сидения. Особенно часто такое случается после химчистки автомобиля. Ну и если вы смотрите автомобиль, где сидение оборудовано электроприводами, так же, как и на Infiniti FX50, не лишне будет пошатать кресло и убедиться в отсутствии нештатного люфта в механизме регулировки сидения. Ну а теперь поговорим про двигатели Chevrolet Captiva. В нашем случае рестайлинговый автомобиль. Под капотом рестайлинга первый и младший двигатель – это А24XE. Это алюминиевая современная рядная четверка с цепным приводом ГРМ, с гидрокомпенсатором из зазоров клапанов, заниматься регулировкой которых, соответственно, не надо, обычным распределенным впрыском и фазовращателями на обоих валах. А24XE развивает 167 лошадиных сил и, в общем-то, представляется для этого автомобиля некой золотой средины. То есть и расход топлива вполне приемлемый, и динамика автомобиля для большинства людей будет достаточно, даже на трассе. Если говорить про какие-то характерные болячки А24, то выделить здесь можно разве что одну единственную, но достаточно небюджетную. Несмотря на то, что сама эта силовая установка при условии, что вы будете регулярно менять в ней масло хотя бы раз в 7,5-8 тысяч километров пробега, а не 15, как это предписывал официальный регламент, способна отработать до капремонта порядка 300 тысяч километров пробега, а в некоторых случаях и больше. Но подавляющее большинство владельцев подобных автомобилей до пробега в 160 тысяч практически гарантированно залазили в механизм ГРМ и меняли там обе цепи. Собственно, основную цепь ГРМ и цепь привода балансирных валов. И нельзя сказать, что эта процедура особо бюджетна. Вторая недешевая проблема с этим двигателем касается нестабильной работы и вообще нарушений в работе мотора по причине выхода из строя, собственно, самих фазовращателей, которые в этом случае тоже придется менять. Поэтому вот два основных момента, на которые стоит обращать внимание при покупке рестайлинговой машины с мотором 2.4 на 167 лошадей. Остаточный ресурс цепей ГРМ, как они себя чувствуют, и, собственно, диагностика фазовращателей. Но, как минимум, не должно быть посторонних звуков при работе. То есть тарабанить все это хозяйство не должно. Работать мотор должен тихо. Также на больших пробегах уже ближе к 200 тысячам 2.4 моторы могут начать подъедать масло. И причина здесь банальна – закоксовка. Если вы сталкиваетесь с подобным явлением, то, скорее всего, предыдущий собственник ездил на автомобиле и либо менял масло крайне редко, либо использовал ГСМ ненадлежащего качества. Имея в виду эту особенность, также уделите внимание проверке автомобиля на дымность, что значительно упрощается, если предыдущий собственник успел удалить из системы каталитический нейтрализатор. Если же вы смотрите автомобиль до рестайлинга, до 2011 года, то мотор 2.4 на 136 лошадиных сил – это другой двигатель Z24SED. Этот мотор также четырехцилиндровый, но блок цилиндров выполнен из чугуна, и конструкция этого двигателя, в общем-то, уходит корнями вглубь времен. Мотор низкофорсированный и довольно-таки ресурсный, который способен отработать до капремонта куда больше 300-350 тысяч километров пробега. Но ГРМ на старом моторе ременный, и регламент замены ремня раз в 60 тысяч километров. При этом при замене ремня ГРМ следует менять в том числе и насос системы охлаждения, поскольку в случае, если помпа выработает свой ресурс и внезапно заклинит, есть риск обрыва ремня со всеми вытекающими последствиями в виде последующего ремонта мотора. А так по конструкции Z24 проще, чем более современный вариант. Например, фазовращателей на старом моторе нет. Зато есть характерная проблема, связанная с мембраной клапана вентиляции картерных газов в клапанной крышке, которую данная установка делит со многими другими моторами фирмы Opel. Да и вообще, кстати, сама клапанная крышка на старом моторе пластиковая и имеет свойство подтекать по периметру. Так что при покупке коптилы со старым мотором проверяйте автомобиль на предмет сухости двигателя. Что касается моторов формата V6, для дорестайлинга и рестайлинга это тоже разные двигатели. На дорестайлинге устанавливался более старый мотор Z32SE. Это V-образная алюминиевая шестерка мощностью 230 лошадиных сил. Двигатель этот по конструкции достаточно простой. Там нет тех же самых фазовращателей. Есть гидрокомпенсаторы, то есть регулировкой клапанных зазоров заниматься там не придется. Но ложку дегтя конструкторы внесли, применив на этом моторе довольно-таки сложный и недешевый в замене механизм газораспределения. Там три цепи и в случае, если вы попадаете на замену этих цепей, а средний ресурс порядка 150-170 тысяч километров пробега, то будьте готовы к неплановым и немаленьким затратам. Кроме того, на больших пробегах двигатель 3.2 нужно обязательно проверять. Так вот, при перегреве есть шанс залегания колец, после чего масложор приобретет катастрофические масштабы. Так что проверку на дымность на моторах 3.2 пропускать также крайне нежелательно. Ну а в нашем случае, поскольку автомобиль рестайлинговый, под капотом располагается V-образная алюминиевая шестерка с индексом А30XH. Этот двигатель здесь программно придушен на 249 лошадиных сил. В природе встречаются варианты этого мотора, которые выдают аж до 275 лошадок. Мотор современный, здесь есть фазовращатели, здесь также цепной ГРМ. Но вот из неприятного, из элементов, усложняющих конструкцию, сюда добавили непосредственный впрыск топлива. А это значит, что используются форсунки высокого давления и ТНВД, который в случае эксплуатации мотора на топливе крайне низкого качества может подкинуть сюрприз в виде необходимости замены на пробегах где-то к 120-140 тысячам километров. Также следует иметь в виду одну неприятную особенность современного трехлитрового мотора, так как мотор впрямо впрысковый, со временем, с годами, при эксплуатации на больших интервалах замены масла клапана здесь могут обрастать нагаром. Поэтому, если вы решились на какую-то глобальную процедуру наподобие, к примеру, замены цепи, лучше заодно и почистить клапана от нагара механически при разборке головки блока цилиндров. Однако, в целом, нужно отметить, что эта силовая установка весьма неплоха. Этот мотор достаточно тихий, эластичный и способен пробежать все те же 250, а при должном уходе и 300 тысяч километров пробега. По большому счету, бояться бензиновых агрегатов на Каптиве не стоит, но при покупке подобного автомобиля, несмотря на, вроде как, его простоту, имеет смысл показать такой автомобиль компетентным специалистам. И на всякий случай, в зависимости от пробега автомобиля, лучше уточнить у собственника, делал ли он что-то с цепями ГРМ. И если он их поменял, то, по большому счету, вы можете эксплуатировать эту машину, следующие 1100, вообще не заморачиваясь ни о чем. Что касается дизельных двигателей, то на этих автомобилях оба мотора, и 2-литровый 150-сильный турбодизель на дорестайлинге, и 2,2 литра на 184 лошадиные силы на рестайлинге, суть продукт одной и той же компании, WM Motori, которая, кстати, разрабатывала в том числе и 3-литровый дизельный двигатель для Jeep Grand Cherokee, концерна Chrysler. Итальянская компания, и, в общем-то, если вам до зарезу нужна именно дизельная машина, лучше остановить свой выбор на дорестайлинге с 2-литровым мотором, поскольку более современный двигатель при большей мощности также более требователен к качеству топлива. По большому счету, каких-либо страшных вещей, связанных с этими моторами, касаемо поршневой группы или ресурса турбины, на этих автомобилях нет. Есть традиционные для любого дизеля вероятность попасть на замену форсунок, на замену ТНВД, есть достаточно несерьезные и решаемые вопросы по потере тяги по причине подсоса воздуха, но, в общем и целом, все неплохо, так что, если найдете живой дизельный вариант, можете брать смело. Но на всякий пожарный заложите определенную страховку на случай выхода из строя топливной аппаратуры. Что касается коробок передач, то на Каптиве было, условно говоря, 4 варианта трансмиссии. Две механических, две автоматических. На дорестайлинговых машинах и механика, и автомат были пятиступенчатыми. По пятиступенчатой механике была проблема, связанная с выходом из строя синхронизаторов на относительно небольших пробегах, в районе 120-150. Но, как показывает опыт, было и достаточно большое количество людей, кто доездил на этих трансмиссиях, на пробегах далеко за 200, и при этом в трансмиссию не лазил. По всей видимости, определяющим фактором здесь является квалификация самого водителя. Чем чаще вы заставляете синхронизаторы вашей пятиступки работать, исправляя ваши ошибки при несовпадении оборотов двигателя и коробки, тем больше шанс, что вы их уработаете. И наоборот, если вы достигли высшего уровня пилотажа в работе с механикой, то эта коробка будет ездить у вас очень долго и не побеспокоит ничем. Особенно, если вы будете периодически менять в ней масло. С шестиступенчатой механикой на рестайлинговых машинах проблем практически никаких нет вообще, и при условии регулярной смены масла эта трансмиссия отработает очень и очень долгие сотни тысяч километров пробега, и вполне возможно, что переживет даже двигатель. На тест-драйве обратите внимание на отсутствие ударов при переключении передач, поскольку убитый демпфер двухмассового маховика в основном проявляет себя именно таким образом. Что касается автоматических коробок пятиступенчатый гидромеханический автомат на доресте, это коробка Aisin Warner, японец. Сама по себе трансмиссия весьма неплохая, достаточно ресурсная и способна отъездить 260-270 тысяч километров до первых признаков необходимости вмешательства. Но, чтобы она это сделала, необходимо ответственно подходить к регламентному обслуживанию. Менять масло в этой коробке желательно почаще, там не раз в 80-90, а раз в 40-50 тысяч километров пробега, поскольку Aisin'овская КПП очень чувствительна к грязному маслу, загрязнению которого продуктами износа немало способствует алгоритм использования блокировки гидротрансформатора. Собственно, частички фрикционных накладок блокировки как раз-таки и засоряют масло, впоследствии попадая в каналы гидроблока, забивая их и приводя к выходу из строя агрегата. Не совсем понятно, почему компания отказалась от 5-ступенчатых японских трансмиссий на рестайлинговых автомобилях, но с 2011 года со сменой внешнего антуража сюда начали ставить GM-овский автомат серии 6T40 и 6T45 для трехлитровых моторов. Данные трансмиссии от большинства своих детских болячек компания вылечила уже в 2014 году. Но если вы смотрите автомобиль до рестайлинга, то к диагностике коробки следует подойти со всей ответственностью. Еще лучше будет, если предыдущий собственник уже попал на ремонт трансмиссии и полностью восстановил ее новыми запчастями, о чем сможет предъявить заказ наряд. Если в этом случае на тест-драйве трансмиссия никак себя не проявляет, то есть каких-то пинков, толчков и ударов нету, то, соответственно, такой автомобиль можно смело покупать. Уже в расчете на эксплуатацию порядка 200-250 тысяч километров. При этом, что масло вы будете менять часто, хотя бы раз в 50 или 40 тысяч километров пробега. 6C40, в отличие от Эйсина, боится не только грязного масла, но для нее также актуальна проблема перегрева. Поэтому для продления жизни своей коробки желательно озаботиться ее дополнительным охлаждением. Что из себя представляет ходовая часть Chevrolet Captiva? В данном случае спереди у нас Макферсон, а сзади многорычажка. Традиционная схема для этого класса автомобилей. Что касается ресурса ходовой части, то если вы не будете злоупотреблять выездом на бездорожье, а вернее не столько выездом, сколько гонками по пересеченной местности, то ресурс большинства компонентов ходовой части Captiva окажется вполне приемлемым. Самый дорогой элемент любой ходовой части – рулевая рейка, которая здесь гидравлическая, выхаживает без каких-либо вопросов, обычно до 100 тысяч километров. Да, были случаи, когда рейка начинала постукивать и на меньших пробегах, но также полно свидетельств о том, что этот узел выходил и за 150. Даже стойки переднего стабилизатора выхаживают на этих автомобилях порядка 50 тысяч километров до замены. Так что это вполне хороший средний ресурс. Ресурс нижних шаровых опор здесь порядка 120 тысяч километров, если говорить про оригинальные запчасти. По замыслу конструкторов, они меняются только вместе с рычагом, но никто не мешает вам расклепать шаровую из рычага и поставить сюда дубликатную запчасть. Плюс-минус похожий ресурс и у сайлинг-блоков самих рычагов. Тупичные подшипники, в принципе, редко просятся на замену ранее 100 тысяч км. А что касается амортизаторов, на этом автомобиле 129 тысяч пробега, амортизаторы родные, они сухие, не текут, не стучат, не работают штатно. Ну а расходники по рулевому управлению, такие как рулевые наконечники и тяги, также, будучи в оригинале, отрабатывали за 100 тысяч километров пробега. Задняя подвеска на коптиве многорычажная, соответственно, здесь много рычагов и много сайлинг-блоков. На дорестайлинге это дело периодически просилось в переборку, плюс-минус до 100 тысяч километров пробега. Но если мы говорим про версию после 2011 года, то здесь General Motors ситуацию маленько выправил. И в целом ресурс задней подвески стал больше. Единственный расстраивающий момент сзади – это стоимость регулируемых амортизаторов Niva Matic в случае их выхода из строя. Имейте в виду, что на коптивах довольно часто попадается в случае, если автомобиль полноприводный, либо запотевание, либо уже тече сальников заднего редуктора. И на этом автомобиле как раз-таки оба сальника достаточно сильно потеют. Пробег, напоминаем, 129 тысяч километров. И 100% резинки стоят еще оригинальные. Также, если вы смотрите автомобиль с большим пробегом, порядка 160-180-200 тысяч километров пробега, обязательно посмотрите кардан на предмет отсутствия люфтов в крестовинах и на предмет отсутствия дефектов подвесного подшипника. Поскольку в данном случае эти моменты могли требовать внимания как раз-таки на пробеге в районе 160-170 тысяч. Также, если вы смотрите полноприводную машину, особенно версию с трехлитровым или 3.2 мотором, то обязательно проверьте работоспособность полного привода. Поскольку, если предыдущий владелец злоупотреблял, например, светофорными стартами на твердом покрытии, то муфту вполне можно было и приговорить. Хотя, в целом, нужно отметить, механическая часть этой муфты BorgWarner живет достаточно долго. И основные проблемы бывают связаны именно с управляющей электроникой. В частности, с повреждением жгута проводки на муфту, либо ее разъему. Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное про Chevrolet Captivo? Да, действительно, есть определенные нюансы, касающиеся, скажем, тонкостей выбора подобной машины. И покупать такой автомобиль нужно все же с широко открытыми глазами, а лучше после нормальной, хорошей диагностики. Но в целом, каких-либо противопоказаний к покупке подобной машины нет. В активе этого автомобиля хорошо сопротивляющийся коррозии кузов. Ну, за исключением пятой двери. Если мы говорим про двигатели 2.4, то по большому счету и дорестайлинговый, и рестайлинговый агрегат это очень неплохие и ресурсные моторы. Ну, а машину с автоматической трансмиссией лучше просто тщательно выбирать. Что касается ходовой части, то помимо того, что она в меру комфортная и достаточно неплохо держит автомобиль на дороге, она еще и не столь затратна в содержании и ремонте. Особенно, если говорить про использование дубликатных запчастей. Да и по большому счету, откровенно слабой ее тоже не назвать. И даже если по стоимости на вторичке Chevrolet Captiva в настоящий момент, может быть, где-то сравнялась и со своими японскими одноклассниками, но в целом, по ощущениям от автомобиля, эта машина заслуживает того, чтобы вы обратили на нее внимание. Особенно, если вам нужен 7-местный кроссовер. Вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в дальнейшем. Ну, а если у вас была или есть до сих пор Chevrolet Captiva в кузове C100 или C140, и вы проехали не одну сотню тысяч километров, соответственно, вам есть чем нас дополнить или даже в чем нас поправить, обязательно указывайте в комментариях. Ведь людям, выбирающим подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо вам за просмотр и хорошего дня. Пока!